продолжаем заниматься изучением фреймворка джи куэри в этом уроке будем сниматься фильтрами контента и видимости их опять же и тех и других вместе всего лишь 6 опять же они интуитивно понятны но тем не менее опять же мы с вами будем по порядку их проходить и разбирать ну что ж начнем первый фильтр фильтр контент с фильтр с параметром возвращает все элементы которые содержат внутри себя текстовую строку которую вы передали как параметр следующий фильтр фильтр empty вернет все пустые элементы то есть не содержащие никакого текста вода чернего узла или любовь другого дочернего узла следующий селектор селектор has его я даже вам проиллюстрирую да он вернет все элементы которые внутри себя имеют те элементы которые подпадают под селектор параметр ну что же опять же в привычном месте вы уже можете наблюдать фильтр который мы будем применять да то есть мы к нашему блоку div выберем все блоки span которые имеют внутри себя еще одни блоки span такой на данной схемке будет всего один почему потому что только один он имеет вот этот вот дочерний элемент спан внутри себя идем дальше фильтр parent вернет все элементы имеющие дочерние тут хочу вас предупредить чтобы вы не забывали что текстовые узлы тоже считаются дочерними элементами поэтому на начальном этапе программирования с использованием jquery бывает частенько такие непонятки да почему как бы получаем куда больше элементов чем он планировалось да а именно потому что текстовые узлы тоже считаются дочерними и проект никогда нельзя забывать ну и теперь два последних фильтра видимости это хитро и визы был соответственно возвращают невидимые и все видимые элементы дом модели ну что ж теперь опять же глянем в код опять же ручками все это попробуем сделать сами и продолжим наш с вами путь на этот раз открываем с вами документик документик фильтр с контент старт здесь ничего особенно не изменилось кроме того что я добавил еще один класс в стиле который будет скрывать элементы к которым он собственно применен вот тут опять наша уже стандартная заготовочка ну давайте отберем например все элементы спан которые внутри себя содержит какой-нибудь текст какой-нибудь ну давайте даже например просто букву е на русскую кто содержит у себя сейчас они все наши блоки спан должны выделиться так как у нас видите вот в первом блоке есть буква еда и во втором тут есть и в третьем тоже есть до слове текст идем в браузер обновляем документик смотрим что получилось да все блоки спан у нас выделились если же давайте сделаем вот так contains спан а то выделятся только те блоки которые содержат вот данную строчку текста это будет вот этот блок и вот этот вот внутренний же блок совершенно не выделиться потому что в нем нету соответствующие строчки идем в браузер обновляем получаем то что хотели увидеть так что еще давайте отберем какие-нибудь например пустые элементы до на нашем документе идем в браузер обновляем страницу ничего не выделять почему потому что у нас просто нету пустых элементов в нашем с вами документе если мы сейчас добавим какой-нибудь пустой параграф то по сути он сейчас должен выделиться идем в браузер опять же обновляем вот да выделился наш пустой параграф идем снова в dreamweaver давайте селектор хэс попробуем применить для этого к нашему диву с айди див блок применим селектор хэс давайте напишем вот так да и соответственно сейчас ничего у нас не выделиться почему потому что у нас нет ни одного дива в котором есть параграф если же мы сейчас вот этот вот текст завернем в параграф то наш див блок выделиться смотрим вот так что еще давайте пробуем selector parent да то есть выделим все элементы которые являются родительскими для каких-либо других так body звездочка parent сохраняем документик снова идем в браузер обновляем страничку да выделилось все на свете почему потому что текстовые узлы тоже являются дочерними элементами следовательно для каждого нашего вот этого параграфа хотя в нем внутри не вложено никакого тега да но лежит текстовый узел текст ноут следовательно у него есть дочерний элемент вот комбинации с фильтрами могут быть какие угодно например к этому фильтр можно поверх еще применить например фильтр нот да и написать тут не п то тогда наши параграф элементы не выделятся вот здесь на тут все зависит только от вашей фантазии и вашей цели до которую вы хотите достичь применением данных селекторов то есть какие элементы вы бы хотели получить чтобы с ними что-нибудь потом сделать так теперь давайте применим фильтр visible вот все видимые элементы сейчас у нас выделятся идем браузер смотрим что получается да опять все на свете выделилась и html и body и все 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 да теперь давайте вот к нашему вот этому вот диву да применим класс с 4 если вы помните то это класс который будет скрывать этот самый наш элемент эту строчку сейчас закомментируем чтобы продемонстрировать что элемент скрылся и вот видите нашего дива нету если же сейчас вернемся в браузер и выберем здесь hidden идем в браузер смотрим что у нас получится да выделился наш hidden элемент почему он так выделился наш блок тип да как бы он есть но он невидим поэтому так мы его можем наблюдать вот это наверное все по селектором контента и видимости а в следующих уроках займемся уже фильтрами атрибутов и семейными фильтрами